я не знаю кто я но я с тобой друг мой и вот в общем то я считаю что так должно быть всегда и у всех потому что самое страшное когда люди не друг с другом даже пускай незнакомые и так далее ну ладно не будем поэтому на ваших экранах симферопольское шоссе со стороны юга со стороны окея сейчас еду в сторону чехова между всех пуховым и чеховом я сейчас нахожусь короче говоря ну и так я еще раз говорю мне мне нечего сказать вот говорю тебе мне нечего сказать да точно так же как тебе но я знаю кое-что что ты никогда не слышал дух мой да и это видимо подобно колдовству да мне нечего сказать но понимаешь у меня такая формула если мне нечего сказать значит я должен говорить и вот эта говорильня она в конце концов черт его знает короче говоря хочет сказать что я не уверен в себе что я сейчас начинаю в себе сомневаться ну мой вот хочу тебе сказать еще такую вещь что я это единственное создание в котором и создание в этом мире в котором я ни капли не сомневаюсь и никогда не сомневался в себе никогда не сомневался ни на капельку и я про это тоже уже говорю на канале неоднократно и в общем в какой-то момент видимо я все-таки стал взрослым а напоминаю встать взрослым это значит не имеет ни единого человека которому ты мог бы рассказать про себя все от начала и до конца вообще все будет вот все а знаешь почему такого человека нет потому что всем правит самолюбие и видимо это нормально видимо это нормально понимаешь я вот испытываю сложности с чем допустим вот майнкрафт вот я тебе говорю вот мне пишет два человека максим и илья вот смотри какая странная получается диспозиция я к ним к обоим отношусь дружески но получается типа того что это что-то такое покровительное что я и максим и илью глажу по головке да что ой какие вы молодцы у меня оба вы пишете я вас обоих люблю целую вам макушки бегите дальше кушать и кашку тогда это выглядит но на самом деле это нихрена не так выглядит понимаешь получается что вообще в целом на своем youtube канале я сталкиваюсь с проблемой что я могу задеть самолюбие того кто смотрит а так не должно быть и получается что таким вот образом через вот такой через такую вот загогулину я прихожу к тому что к этой самой пресловутой дистанции пресловутой дистанции между шоуменом и публикой вот это я ненавижу вот это тебе вот хочу сказать это я ненавижу просто во первых хочу напомнить что за что я люблю мухаммеда али я его люблю за то что все каноны бокса он нарушил и при этом побеждал поэтому мне не нравится дистанция я понимаю что это противоречие что смотри получается что если я друг ильи а друг максиму и а это я беру майнкрафт а другие видео на моем канале то получается что получается что и здесь друг и здесь друг и здесь друг и получается что здесь какое-то тоже противоречие или какая-то ерундистика нет я так не считаю я так не считаю и вот ты меня смотришь и я твой друг вот так и ты мой друг еще к тому же хотел напомнить такую штуку которую я опять же говорю вот здесь когда ехал по шоссе поэтому же возвращаясь просторов аки ну что тот кто ценит меня кто бога склонен к каким-либо моим проявлениям можем назвать это творчество хотя напоминаю что слово творчество я его не люблю я не считаю то что я делаю что это творчество ни книгу ни скрипку ни канал это не творчество я не знаю как точно это назвать ему поищем это определение ну в общем человек который благосклонен ко мне в моим к моему скажем так творчество он не погрешил моих глазах абсолютно то есть вообще в принципе любому человеку нужен нужного отпущения грехов понимаешь а что такое грех это не обязательно какой-то проступок или что-то но это что-то что может быть его мучает что он чувствуется в чем-то неправым чувствует что что-то не доделал и нужен человек который бы сказал что все хорошо нужно быть человек который сказал бы все в порядке мама понимаешь как это сказал элвис здесь опять же хочу сказать тебе что да я как элвис и ты как элвис я готов это повторять в каждом ролике что такие люди как элвис или лермонтов они ну как говорят пушкин это наше все но какой же это наше все если стоит хоть кому-то написать стихотворение и ему начинают говорить кем ты себя возомнил ты что пушкин что ли вот или сказать ну конечно же это не пушкин так какой же тогда пушкин наше все получается что аудитория общество отделяет себя от пушкина тем самым еще больше его возвеличивая чего быть может ну не только он может быть эти люди они не то чтобы не заслуживают может они не нуждаются в возвеличивании может быть это просто наши близкие друзья ну вот просто все эти моменты я бы хотел обсудить и хотел бы как-то приобрести какое-то понимание любого момента понимаешь абсолютно любого момента и любой темы какая бы эта тема не казалась там шухой побочный может быть иногда какой-то как говорят странный хотя вот опять же слово странный одно из красивейших слов совершенно неопределенного употребления потому что вообще странный я так понимаю это какой-то не оправдавший ожидание то есть допустим ты знаешь там что такой-то такой-то человек делает обычно то-то то-то в таком-то порядке и тут ты видишь что что-то изменилось и ты говоришь странно ну а говорить про какого-то человека что он странный или про творчество какого-то человека что оно странное это мне кажется высшей степени странно и и употребление слова оно должно быть по назначению это конечно безусловно вот слово прикольно все употребляют и фост и в грибу то есть прикольно это все вкусно прикольно смешно прикольно талантливо прикольно красиво прикольно и а в реальности прикольно это смешно то есть первоначальное единственное значение этого слова прикольно значит смешно но вот люди стали говорить общество подхватило это что вот типа что хочу то и ворочу вот одно слово и буду лепить его на что угодно как мне сказала подруга много-много лет назад лет так эдак 15 назад 14 назад что можно назвать помидор сковородкой конечно же но в моем случае когда я лезу за слово в карман когда очень часто я подолгу подыскиваю нужное слово чтобы вставить его во фразу в общем мне бы это конечно было бы спасительно называть помидор сковородкой но именно употребить слово по назначению это значит и спасти это очистить это слово вот затертости вот банальности понимаешь то что относится к сути к вещей с одной со сути вещей то не банально это о в в Продолжение следует...